здравствуйте меня зовут дмитрий милаш больше меня знают все как див я русский националист москвич я нс я язычник долго думал записывать не записывать что бы то ни было на тему украины потому что каждый год каждый месяц что-то меняется меняется даже буквально каждые два часа думаешь по одному вот и все совершенно по-другому общество расколото расколота украина расколота россия расколота всеславяне обозначить свою позицию я имперец я не разделяю такие национальности как украинцы и русские для меня не все русские начну пожалуй с крыма как я это все вижу хотелось бы если кто-то это увидит задать вопрос украинским военным которые были в крыму в полуострове которые были на базах вот это все на укрепрайонах ребята если вы видите вооруженных людей без опознавательных знаков что вы должны делать а на мой взгляд я думаю каждый с этим согласится функции солдата заключаются основные две функции в трех вещах первое это защищать любыми средствами свой народ второе это защищать свою родину без народа нет родины и третье это умереть за свою родину свой народ вы не сделали ничего из этих трех вы не солдаты выдрочивать потом не будем касаться геополитики и макрополитики коснемся того что все такие вот довольны что взяли крым да крым взяли что с того на хера он нужен хохлы плохие хорошо хохлы плохие вам зачем у вас сибирь вымирает у вас в подмосковье нету деревень зачем вам крым вот обычные русские и обычные россияне вы хоть попытались задать этот вопрос на хуя вам крым эти хохлы за 23 года своей независимости не сделали ничего в сам крыму вы это будете делать это дотационная яма куда будут проваливаться миллиарды ваших денег крым наш вы довольны вы получили 2 миллиона крымчан потеряли 40 миллионов украинцев в чем смысл дальше вот эти вот непонятные народные республики луганские данные русские еще какие-то ребят почему все кто там главный на русские с гражданством российской федерации вопрос не мутит вам голову те так называемые русские националисты которые туда едут добровольцами ребята террористы вы не цену вы не националисты вы дрочер почему потому что объясняю я не вижу разницы между украины и россии это один народ я как язычник я не вижу этой разницы вы убиваете своих братьев вам государство дала карт-бланш на убийство своих собственных братьев они могут кричать что они там что мы москалиши мы кацапы будьте умнее вы убиваете себе подобных какая независимость вы хотите там сказать что какой-то русский мир повторюсь у вас подмосковье загнивает вы хотите сделать чужое чужой рай на чужой земле в чужом доме выйдите из своего подъезда помойте свой подъезд собственно зачем лезете в чужую страну по всем юридическим правам украина это чужая вам страна по юридически 23 года независимости вы хотя бы задумали что сколько поколений могло вырасти за 23 года независимости это люди уже с другой с другой психикой это люди которые не воспринимают советский союз которые тут вот какие-то отношения они другие и вы пытаетесь им силой навязать свою волю вы думаете из этого что-то получится это все равно что муж с женой жили и разлюбили друг друга и муж пытается силы там вот тумаками как-то и въебашит что вот надо жить вместе не получится это надо делать по-другому если вы хотите русский мир наведите русский мир у себя сначала в подъезде потом во дворе потом в городе потом сюда приедете ко мне в москву сделать и тут русскими если вы такие все герой а не надо брать оружие и заниматься терроризмом международным чужой государственной стране по любым законам вас ждут по жизни срока и вы там умираете или уже умерли даже если вы останетесь живы вы здесь в россии никому не нужны абсолютно потому что человек который идейный попробовал крови пострелял этой эрэвской системе он не нужен вас либо убьют либо пожизненно посадят вы думаете что вы сможете сделать там какую-то республику хорошо а на какие деньги вы будете жить экономика на что вы думаете что донбасс отхапаете да сколько там 50 процентов 60 процентов мирового угля кто вам это даст у большинства из вас нету законченного церковно-приходского трех классов стрелковых москвичи моторолы с тремя классами автомойщики до вы кричите что к правом обращаюсь к русским правом вы кричите то что хунта фашисты выходят в глаза то видели украине кого вы боитесь так как кого там уничтожают кого там притесняют русских когда на майдане больше половины правого сектора говорили на чисто русском кого там убивают кого притесняют голова вообще на теле для чего нужно что туда есть или чтобы хоть чуть-чуть думать или вы думаете что у лошади большая голова она должна думать я это не понимаю как вообще как блять я живу среди дегенератов разосрались все большой человек в кремле может быть очень сильно доволен собой он разосрал два ближайших просто ближайшие некуда народа он разосрал всю правое движение мы все переругались один едет воевать в азов второй едет воевать в днр и два русских русских националиста которые дружили друг с другом здесь в москве там или в питере убивают друг друга через оптику в чужой стране вас ничего не смущает мне был звонок где-то месяца полтора звонил один знакомый писатель звонит диф здорово там туда-сюда привет не что что-то скажешь насчет крыма я думаешь ну чё лоханулись только туда поехал к дурак ну да вот бля я туда ездил добровольцы вместе с казаками мы его думали что мы вот русские да вот он сделаем там независимым так вот это нашу мечту русского государства человеку 45 лет 45 лет больше по жизни прожитой кто тебе даст сделать вот этот русский мир никто на каких деньги никто сейчас то же самое с этой с как это юг юг украина восток начинается непонятно что сегодня шестое число сентябрь вчера порошенко подписала переговоры о прекращении огня а все вот это вот не болит ребят но это то же самое что у нас еще не было только понимаете как чеченцы воевали на своей земле за свою собственную независимость причем как бы есть разобраться в истории то дудаев то попросил не так уж и много пока что в принципе из-за чего все началось в итоге чеченцы развязав вот этого вернее рф развязав войну с чеченами отдало чеченцам в десятки раз больше чем просил дудаев дудаев что насколько я помню это светский чеченец который закончил генералитет всю жизнь про прожил в историю в латвии где-то там русская жена никакого ваххабизма у него не было здесь то же самое происходит хотелось бы знаю что эта запись наделает много шума разорет много жопок обратиться к тем людям которые записывают со стороны сепаратов записывают хорошие видео с пленными с пленными хохлами сидят избитые к ним там подходят сзади с ножами бьют они там скачут кричат то что кто не скачет тот патриот кто скачет тот пидорас там там сидят к десяток ребят ну вы герои ну что можно сказать возможно открою бою небольшую тайну но любой человек любой я вы они любой будет делать то что ему скажут когда порядок в плен если он не делал значит не плохо работает меня возьми я запою что угодно я признаюсь в чем угодно снимая такое видео вы показываете свою низменность свою животность животную суть вы не люди вы дрочи знаю что шума будет много обращаюсь к порошенко президент украины вы подписали мирный договор у нас понятно что у вас нету армии за 23 года вы не только не создали вы проебали все что осталось от ссср не ваша вина так случилось у нас все это жестче ну и 20 лет воевать у нас постоянно какие-то конфликты у нас постоянно какие-то люди определенные национальности которые везде лезут мы более озлоблены у вас это все тихо мирно проходил да и тут вдруг бац в этом и меняете власть вырезаем мы а не ждали почему ваша армия не наступает почему ваши добровольцы не имеют тяжелого вооружения вы для кого их храните те остатки которые есть добровольцы воюют уже не секрет с рфской армии стрелковым оружием идут на танки я понимаю что политика это сучье делает то что туда хороший человек не попадет не в обиду вам ну ваш ваши лучшие люди сейчас умирают или уже умерли вы боитесь что они вооружившись войдут на штуках план в киев вы и так просрете киев по-любому если рф не поменяет политику вы все равно просрете многие мне говорят то что вот мы хотели чтобы эти несчастные хохлы не взяли к себе нато да шуба не поставили а что в итоге получили гражданскую войну раскол полностью людей и в итоге ребята которые говорят не надо так быстро говорить со мной по-русски требуют на так себе в страны 100 километров от петербурга насколько я знаю граница какое нато да опять же к русским ребятам которые будут порвать свои пуканы обсуждениях к этому видео ребят какое нато вы нато в хуй не впились у вас вся сибирь пустая у вас подмосковье пустое у вас нету армии то что вам показывают армию это остатки армии ревской это в основном это элитные подразделения спецназ гру и все остальное обычной армии такой большой и нету если нато захочет она сюда войдет и не надо говорить что я такого-то продался там мосаду госдепу да кстати ребята из масады из госдепа где моя зарплата почему я до сих пор не вижу денег долларов шекелей еще чего-то как-то вот живу вот перебиваюсь с хреба на воду денег не дают никто вы какие-то жадные прям как не евреи в принципе все что хотел сказал все ко всем ко всем обратился хочу передать привет ребятам из озова ребят персонально звуки привет хочу передать привет айдару батальону киев еще раз господину порошенко почему у вас такие люди как шилов ходят в добровольцев со стрелковым оружием на передовой почему почему такие люди опять же как шилов несет у вас генеральном штабе политика вы просрете свою страну вас не останется ничего сейчас рефия сделала все чтобы разосрать нас полностью ненависть достигла здесь здесь даже здесь в москве я вижу столько ненависти столько концентрации мерзкие хохлы мерзкие там кацапы чего только вот в интернет входишь просто шквал поноса шквал мы уже васрались на два поколения дальше только хуже кстати к сепаратам те которые кричат то что украина это русская земля ребят а леска тоже русская земля не бои боязно или как и до туда еще дойдем все это решать надо по-другому все это неправильно мое мое мнение я не вижу украину как независимое государство я не вижу россию без украины и украину без россии россия должна делать станки это очень очень грубо а украина должна делать хлеб и вот так вот мы будем жить по-другому но не получится мы может быть как-то проживем а вот украине будет тяжело она уйдет куда-то на запад и раствориться вся семью раз непонятно всем а как это называется в гееропе в пидорасах ну для украинцев сейчас гееропа это лучше чем россия сделали это вы вы русские националисты которые мучат хохлов еще такой интересная заметка к человеку который живет на севере не буду назвать имени фамилии поймется раз о ком я говорю который сюда приезжал несколько раз москву мы с ним имели контакты и была тема насчет суверенитет суверенитета вот тоже сейчас как типа федерализации сибири недавно недавно было очень много шума насчет федерализации сибири пук в лужу нету вот и насчет вот это вот националисты которые нормальный парень я тебя знаю сколько я тебя знаю уже лет 5